Алексей Полегкий с нами уже на связи. Это академический директор Центра публичной дипломатии. Здравствуйте, Алексей, рад приветствовать. Приветствую вас. Сразу переходим к первой цитате. Поддержка России в войне против Украины ставит под угрозу сотрудничество Китая со странами Запада. Это заявление Янса Столтенберга, недавнее заявление во время его интервью Диа Велт. Скажите, пожалуйста, тут есть разница в информации? Американская разведка говорит, что такой информации не располагает, но Гранд Шапс говорит обратное, что все-таки есть доводы того, что Китай каким-то образом помогает Российской Федерации воевать против Украины. Какой позиции придерживаетесь вы и самое главное факты? Я думаю, что прежде всего эти посылы, они как бы идут в одной череде. То есть это скорее попытки все-таки предупреждать Китай и показывать недопустимости перехода тех красных линий, которые начертил Запад для Китая. То есть с одной стороны заявление Британии демонстрирует о том, что информация есть и, видимо, есть подтверждение, потому что я сомневаюсь, чтобы на таком уровне были бы заявления без каких-либо доводов. Но то, что Запад дает возможность Китаю все-таки отыграть назад, то есть не переходить красные линии, это тоже игра на то, чтобы все-таки Китай сохранял этот баланс. Поэтому я думаю, что, знаете, здесь еще вопрос момента перехода этих красных линий, потому что Китай давно поставляет очень много товаров двойного назначения. Часть из них, скорее всего, можно даже сейчас обозначить как товары, которые имеют военное назначение. И в этом смысле товары, так называемые двойного назначения, выросли очень сильно в экспорте по сравнению с прошлым годом. Ну, точнее, в 2023 году, допустим, этот экспорт вырос на почти 50% по сравнению с 2022 года. Если сравнивать с 2021 годом, то это 63% разница с 2023. То есть Китай, безусловно, поставляет огромное количество необходимых России компонентов. Насколько Китай готов перейти эту линию, я думаю, вот эти заявления со стороны Соединенных Штатов и Британии, в общем-то, являются таким, как знаете, последним предупреждением. То есть мы знаем о том, что вы готовитесь, мы будем на это реагировать, и это укладывается вполне вот в линию таких предварительных договоренностей, переговоров, игры разных месседжей и тому подобное. В свою очередь, Китай требует от России конкретных действий и хочет, чтобы она атаковала страну НАТО. Это такое мнение высказал и политический эксперт Розагородний. Об этом он рассказал в интервью радио НВ. А вы каким полагаете, вот такими радикальными действиями может ли идти Китай? Понимая, что Китай, ну вот, насколько я помню, насколько я знаю, он всегда конкурировал с Соединенными Штатами Америки в превосходстве мировом. То ли по космическому развитию, то по экономике. Может ли сейчас Си Цзиньпинь радикализировать свою гонку не только вооружений, а экономическую гонку, космическую гонку и тому подобное? Ну, я не знаю, насколько подобное заявление имеют как бы базис, потому что, с одной стороны, безусловно, Китай поддерживает Россию. Мы не видим никаких сигналов того, что Китай готов радикально поменять позицию или же надавить на Россию с тем, чтобы эта война, во всяком случае, как-то закончилась. Соответственно, стратегически Китаю вполне выгодна ситуация продолжающейся войны. И здесь Россия, безусловно, оттягивает внимание, оттягивает ресурсы и, в общем-то, ослабляет в каком-то смысле западное давление на Китай. С другой стороны, здесь есть тоже тонкая грань, когда, знаете, чрезмерное давление, оно может привести к абсолютно противоположным результатам, в том смысле, что чем больше на Запад будет оказываться давление, тем более серьезно могут воспринять угрозу и российскую, и китайскую. И вот тогда, в принципе, Запад может перейти на то, что называется военные рейсы. Потому что пока этого на самом деле нет. То есть, да, помощь Украине есть, но какого-то радикального перехода ни со стороны Европы, ни со стороны Соединенных Штатов на именно отношения с Россией, с Китаем именно в формате военной экономики, военной такой серьезного противодействия, в общем-то, пока нет. И здесь, я думаю, Китай тоже играет. В том смысле, что Китай, безусловно, поддерживает Россию, он будет ее поддерживать, но Китай не хочет переходить, по крайней мере, на данном этапе в более жесткую форму противостояния с Западом. Поэтому здесь, я думаю, что напрямую Китай будет абсолютно избегать такой ситуации, когда он может стать таким более вовлеченным сторонником России в этой войне. Потому что здесь Китай тогда теряет значительно. Китай теряет свое РНМ такого миротворца. Китай может получить гораздо более серьезное противодействие. А здесь все-таки экономика Китая очень сильно зависит от Запада. То, что сейчас происходит в Китае в экономике, я так уже давно называю, что это такое начало, в общем-то, кризиса. И в этом смысле, я думаю, Китай ждут достаточно непростые, мягко говоря, годы. Соответственно, здесь я не думаю, что в Пекине оценивают свою готовность выйти на такую открытую конфронтацию, то есть открытую с точки зрения не просто конкуренции и давления, а с точки зрения уже каких-то возможных противодействий санкционных и тому подобное. Я не думаю, что Пекин готов так выходить в взаимодействие с Западом. Мне просто тогда остается непонятным такая, знаете, велотекущая политика Си Цзиньпиня и Китая в отношении российской войны против Украины. Насколько я понимаю, для Си Цзиньпиня очень выгодна сейчас Россия и уход из России иностранных компаний тем, что этот рынок заполняет Китай. Китай нашел огромнейший рынок сбыта под названием Российская Федерация. Россию это устраивает, потому что это хоть какой-то заработок в силу того, что инвесторы от нее уходят. Но почему, когда вопрос касается именно войны, тут Китай и лично Си Цзиньпинь выбирают более такой нейтралитет. Ну вот смотрите, он недавно ездил к М0 Макрону, после встречался с Путиным, обсуждалась и тема Украины. Но тема Украины, она так осталась, знаете, более за закрытыми дверьми, и то, что происходило в высоких кабинетах, оно особо так не публикуется. Могут ли идти какие-то разговоры касательно Украины и касательно завершения данной войны? Либо такое невыгодно сейчас большим игрокам, вот я имею в виду и Россию, и Китай в данном случае? Ну, однозначно, что разговоры ведутся, и они ведутся на разных уровнях. Но вы абсолютно правы в том, что Китай пока не демонстрирует никаких действий, которые могли бы привести к окончанию, реальному окончанию войны. И в этом смысле здесь нет никакого противоречия, потому что Китаю, в принципе, выгодна подобная ситуация, как вы уже заметили. Да, Китай получил Россию в качестве огромного сырьевого придатка, при том, ну, по таким, знаете, дисконтным ценам. Потому что те поставки, которые Россия осуществляет в Китай, они намного ниже, чем рыночная стоимость тех же энергоресурсов и тому подобное. То есть, да, Китай не доверяет России. По сути, вот вопрос даже взаимного недоверия, потому что в России и Китаю тоже не доверяют, это та проблема, которую на данный момент Россия не может решить. И, в принципе, я сомневаюсь, что это может быть решено. Потому что потенциальное противоречие между Россией и Китаем существует и в какой-то момент, я думаю, не точно проявится. Но на данный момент Китай, в принципе, получает наиболее оптимальную для себя ситуацию. Он получает дешёвые ресурсы, он натягивает внимание Запада и он не участвует напрямую в войне, не участвует напрямую в таком жёстком противодействии западному влиянию. Поэтому здесь нет противоречия. Здесь есть вполне удовлетворяющая вся история. Здесь есть потенциальные проблемы. То есть, да, чем больше Китай вовлекается в поддержку России, тем больше он нарожается на противодействие Запада. Тем больше он рискует получить в ответ санкции. И здесь мы видим очень нервную реакцию со стороны Пекина на любые санкционные действия. Начиная с санкций в целом не по отношению к Китаю, а ко всем странам. Но то, что касается санкций по отношению к китайским компаниям, сразу же вызывает огромную активность Пекина. Вот здесь я даже напомню, например, то, что Украина внесла несколько китайских компаний в список спонсоров войны. Это сразу же вызвало, там был визит и спецпредставителя Китая в Украину. Точно так же это была одна из главных тем обсуждения визита этого рихуэя в европейские столицы. И здесь Китай очень, ну, как бы переживает, я бы сказал. Потому что потенциально это грозит большими проблемами, если правду, допустим, Соединенные Штаты начнут вводить реальные санкции против крупных китайских компаний, особенно банков. То есть и в этом смысле здесь есть вот такой вот баланс. Китай пытается привлечь на свою сторону экономически Европу. Политически, безусловно, он понимает, что Европа не будет поддерживать Китай. Но экономически есть точки взаимодействия, есть интересы, которые совпадают. И здесь Китай будет пытаться продолжать балансировать. Проблема в том, что чем больше ты балансируешь, но в реальности всё-таки помогаешь России, тем меньше у тебя остаётся вот такой коридор возможностей. То есть в какой-то момент Китай, ну, будет получать какое-то более жёсткое противодействие. То есть вопрос санкций прежде всего. И здесь, ну, я не знаю, насколько Пекин для себя оценивает такую ситуацию как приемлемую, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Пока, я думаю, для Китая это слишком опасно. Китая, ну, опять же, есть экономические проблемы. У Китая всё равно есть огромное отставание от такого коллективного Запада. Поэтому Китай будет максимально затягивать ту ситуацию, которая существует. И сейчас мы видим учения, которые проходят в Тайваньском проливе и в целом вокруг Тайваня. И, в свою очередь, Китай обвел о завершении масштабных военных учений вокруг Тайваня. И в них были задействованы флот, военно-воздушные, ракетные силы. В Пекине заявили, что манёвры были начаты в ответ на недавнюю инаугурацию президента Тайваня, и, в свою очередь, в Тайбэе подчеркнули, что продолжают поддерживать ценности свободы и демократии. А в Пентагоне заявили, что внимательно следят за ситуацией, а действия Пекина назвали безрассудными и чреватыми эскалацией. Учения Китая длились два дня и назывались совместный меч. В свою очередь, также, что немаловажно, можно ли сейчас говорить о том, что грядёт ещё одна война? Я, опять же, это очень резкий вопрос, резкое заявление, я ни в коем случае ни к чему не призываю, но всё же. Можно ли говорить о том, что грядёт ещё одна война на континентах, война за Тайвань, о которой ранее предупреждал Си Цзиньпинь, о которой говорил? Какие вы сейчас видите намерения у китайской власти в целом? Пока ситуация абсолютно не изменилась. То есть вся эта риторика, она существовала все эти годы. Это официальная позиция и Компартии, и в целом один из ключевых моментов по отношению к Тайваню, что Тайвань должен быть присоединён или должно произойти воссоединение. Но всё-таки вопрос военного присоединения Тайваня, он пока, мне кажется, не стоит на повестке дня. То есть пока мы видим ту же самую риторику и то, что Китай проводит учения, Китай, по сути, посылает те же самые месседжи, которые были и в предыдущие годы, я бы скорее оценил как определённую норму, потому что Китай не мог не прореагировать на инаугурацию президента Тайваня. Поэтому Китай сделал то, что должен был сделать. Тайвань заявил со своей стороны традиционные вещи, Вашингтон заявил со своей стороны традиционные вещи. Опять же, здесь пока я вижу статус-кво. Насколько этот статус-кво может быть изменён, во многом будет зависеть от общей динамики процесса в мире и прежде всего исходов российско-украинской войны. Потому что Китай здесь рассматривает потенциальные возможности, но скорее, если гипотетически представить, что Россия всё-таки достигает каких-то своих целей, показывает слабость Запада, скорее всего, провоцирует дальше какие-то страны НАТО, по сути, разрушает статью 5 взаимной поддержки между странами НАТО, если, например, осуществляет какую-то агрессию и показывает, что Запад испугался. Вот тогда, я думаю, что конфликт и, в общем-то, война между Тайванем, Китаем и дальнейшим Китаем и Соединёнными Штатами становится гораздо более реалистичным. Но, опять же, при всём росте и военного потенциала, экономического со стороны Китая, Китай, я думаю, достаточно реалистично оценивает диспозицию сил. То есть пока сказать, что Китай готов входить в войну, я лично считаю, что это не так. Другое дело, что всегда есть момент опасности. Знаете, стареющие диктаторы имеют свойство делать ошибки. И вот чем больше человек при власти, тем больше возникает потенциала сделать ошибку. И вот один из инструментов решить внутренние проблемы — это, на примере той же России, продемонстрировать маленькую победоносную войну. То есть вот здесь гораздо больше потенциальных возможностей, что в какой-то момент, когда в Китае вот эти проблемные процессы, которые идут на разных уровнях, компартия не будет в состоянии решить, она может искать какие-то инструменты удержания власти, консолидации общества и тому подобное. И вот в какой момент Си Цзипин или кто-то другой сделает такую, ну я считаю это огромной ошибкой, но тем не менее предпримет какие-то подобные шаги, мы не знаем. Но на данный момент я не думаю, что Китай готовится к именно военному вторжению на Тайвань. Алексей, огромное вам спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Алексей Полегкий, академический директор Центра публичной дипломатии, с нами был на прямой связи.